Честно сказать, взяли эту тему специально, потому как в программе «Онкология» увидели недостаточное внимание, уделенное именно этому спектру. И на самом деле это неспроста, потому что президент поставил два вектора направленности стратегии. Это раннее выявление, своевременное качественное лечение. Но мы с вами, пациенты особенно, и я в том числе, которые пережили всю эту историю, понимаем, что без достойной реабилитации после проведенного лечения мы не можем полноценно, социально, значимо обратно вернуться в свою жизнь. И, собственно, какие предпосылки? Конечно, очень бы хотелось, что те методики, которые есть, они совершенствовались. Был бы рост выявляемости злокачественных наявлений, рост заболеваемости, он есть, и его констатирует весь мир. Увеличение безрецидивного выживания, общего выживания – это очень важная позиция. Если раньше реабилитации не придавалось значению как такового вообще, потому что был фокус на спасении жизни, то сейчас мы с вами знаем огромное количество пациентов, жизнь которых спасена. И в нашей стране это более 3,5 миллионов человек. И эти люди, особенно тем, кому проводилось радикальное лечение, не нуждаются в этой поддержке. Еще предпосылка к обращению внимания на тему реабилитации онкологических пациентов – это, конечно, использование новейших методик, органосохранных методик, выполнение функционально щадящего лечения. Здесь, безусловно, задача врача – достичь максимально стойкой ремиссии, сохранить функциональность организма. И сейчас, вот здесь на форуме, мы буквально в каждом докладе, мы слышали о том, что врачи, вот сделала ошибка в слове «качество жизни пациента», говорят о качестве жизни пациента. Все врачи, стремясь использовать в своем лечении инновационные технологии, стремясь применить органосохранные операции и многие-многие другие методики, которые позволяют максимально сохранить качество жизни пациента. Какая же команда должна быть реабилитационной? Вот мы увидели иностранный опыт, и, честно говоря, уже есть и этот опыт и у нас в стране, особенно мы видим это в федеральных учреждениях, когда в реабилитационный блок, вот в эту команду привлекаются хирурги-онкологи, хирурги-специалисты по пластической реконструктивной хирургии, физиотерапевты, нутрициологи, инструктора ЛФК, психологи, логопеды, ортопеды, дефектологи, и узкие специалисты. Если это полиорганные пациенты, ему нужен кардиолог, невролог и так далее, то в такую команду привлекаются и такие специалисты. Конечно, мы старались изучить, а что же хочет пациент. Вот мы выбрали пять основных позиций. Безусловно, первично, с чем приходит пациент, он хочет вылечиться от основного заболевания. Но пациент хочет быть практически пожизнен, но под наблюдением онколога. Вот поднимите руки, онкологические пациенты, сидящие в зале, правильный ли это посыл? Хотим ли мы с вами в ремиссии, пожизненной ремиссии, быть под наблюдением онколога? Вы согласны с этим высказыванием? Вот видите, хотя онкологи мне говорят, мы вылечили, наша миссия выполнена. Пусть он уже идет в стационарное звено, амбулаторное звено, и его могут наблюдать врачи-не специалисты. Поверьте, когда мы делаем онкологический скрининг, который нам положен раз в три, раз в шесть месяцев и раз в год, мы с ужасом ждем ответа, что механизм запустился заново. Поэтому мы точно, абсолютно хотим быть в ваших руках. Безусловно, пациентам хочется войти в стойкую и пожизненную ремиссию, максимально сохранить качество жизни и не утратить социального статуса. Это очень важная позиция. Как же выстраивается реабилитационный план? Собственно, изначально определяется прогноз относительно самой клинической группы. И вот онкологи определили эти группы следующим. Группа с благоприятным прогнозом – это первая и вторая стадии злокачественного образования, возможность проведения органосохранных операций, щадящего лечения. Группа сомнительного прогноза – это, как правило, между второй и третьей группы пациенты, у которых при верификации уже стоит под вопросом запущенность процесса. Группа сомнительного прогноза – это третья и далее – это радикальное лечение, комплексное лечение. Это, как правило, травмирующее лечение. Группа неблагоприятного прогноза – это четвертая стадия. И, как правило, здесь идет речь о поддерживающей палеотивной реабилитации. Цели реабилитации. Ну, все мы прекрасно их знаем, это четыре основных направления. Превентивное – то есть подготавливающее, восстановительное, поддерживающее и палеотивное. Какие обязательные принципы должны соблюдаться при реабилитационных мероприятиях? Начать как можно раньше. Непрерывность этого процесса, она должна быть. Это должны быть методики, вытекающие одна из другой. Хотя реабилитологи часто говорят, что реабилитация имеет накопительный характер, и не нужно это делать часто, много и так далее. Никто не говорит о том, часто или много, но это должна быть технология, которая имеет последовательность и непрерывность. Комплексный характер. Безусловно, мы не можем убирать лимфедему только лимфодренажным рукавом. Здесь должен быть комплекс мер, которые приведут к более значимому эффекту. Этапность, про которую я уже сказала. Безусловно, индивидуальный подход. Мы все с вами пришли в эту нозологию полиорганами пациентами. У нас куча всяких сопутствующих заболеваний, которые должны учитываться. Координация реабилитационных мероприятий с основным лечением. Но это априори самая красная строка, которая должна быть обязательно. Составление индивидуального плана реабилитации, включенность самого пациента. Вот эта последняя строка – это очень важный момент. Без включенности пациента не может быть вообще работы, а не то, что не может быть эффекта. Конечная цель для врача и для пациента – максимально возможная социальная активность человека, который прошел все этапы лечения. Сохранение его повседневного образа жизни. Мы все этого очень-очень хотим. Здесь могут быть разные моменты. Это методики применены. Это обучение диете, зарядки, упражнения, которые помогут в повседневной жизни. Максимальная сохранность функциональности. И на самом деле, кстати говоря, пациенты говорят, что именно этот третий пункт, он, как правило, не выполняется. Почему? Ну просто докторам нашим совершенно некогда это делать. Это, наверное, должны быть отдельные временные рамки и возможность обучения у специалистов тех же ЛФК, у специалистов-нутрицологов, которые придут и расскажут, для чего эта диета нужна. Не просто дан листочек или какие-то сухие рекомендации, а еще хуже, если этот пациент просто сам где-то находит в интернет-ресурсах, не зная, нужно ему это или не нужно. Просто видя, что это другие онкологические пациенты делают. Мы, в свою очередь, получили президентский грант на разработку платформы Onconet, про которую сегодня уже очень много говорилось. И на самом деле сняли огромное количество упражнений. Onconet платформа разрабатывала для пациенток с ракомолочной железы. Соответственно, мы сняли всех лучших специалистов-реабилитологов, нутрицологов и многих других сопричастных в процессе восстановления женщины после рака молочной железы. Они абсолютно доступны на нашем канале YouTube, вы можете многократно их просматривать. Вот снимались в этих роликах женщины, онкологические пациентки действительно уже с такими проблемами, коррекция которых показана в слайдах. Вот те самые наши дополнительные ролики, про которые я говорила, в частности, это питание. Есть такие же ролики про волосы, про кожу, про суставы, про кальций, которые мы очень переживаем, что у нас мы введены в химическую менопаузу и кальций вымывается из костей. А также реабилитация. Какая она может быть? Безусловно, мы должны с вами понимать, она есть медицинская и она применяется как в стационарных условиях, так и в амбулаторных. Она обязательно должна быть психологическая, и мы все знаем прекрасно, что с момента постановки диагноза она социальная и она профессиональная. Потому что, увы, многие наши пациенты теряют свою должность, в прямом смысле слова, теряют свои профессиональные навыки. Пациент с удаленной гортанью, который не может говорить совсем, он априори не может вернуться как учитель в учебный класс. Хотя при правильном реабилитационном потенциале и правильном реабилитационных методиках у нас есть пациенты, преподающие, вернувшиеся в профессию, преподающие в ВУЗе, при помощи электронной гортани. Что же дает нам инвалидность? Инвалидность нам с вами, вы знаете, дает индивидуальную программу реабилитации. В данный момент сейчас есть на самом деле большие сложности с ее заполнением. Введены новые порядки, и не всегда специалисты, обладающие, специалисты, эксперты, находящиеся в медико-социальной экспертизе, имеют полный спектр знаний онкологических реабилитационных и могут вполне грамотно непосредственно для пациента с излокачественным образованием заполнить эту программу. Поэтому здесь мы с вами должны им подсказать, здесь мы с вами должны быть очень грамотными людьми. Ну вот на примере рака легкого пациент. Мы опросили пациентов с раков легкого, выясняя у них, что им мешает, какие трудности у них возникают после радикального лечения, а в частности после удаления части легкого. Вот это было нарушение дыхания, отдышка, причем люди говорили, не могу глубоко вздохнуть вообще, испытываю боль в грудной клетке. Тяжелое короткое дыхание, кашель, боль, частные воспалительные процессы, бледность кожных покровов, нет сил, быстрая утомляемость, сонливость. Рак легкого. Предоперационный этап. А что можно? Мы посмотрели иностранную литературу. ЛФК применяется априори практически у всех пациентов. В раке легкого это хорошо работает, увеличивает подвижность диафрагмы, улучшает брюшное дыхание. Сонация бронхов медикаментозная, если она требуется. И, конечно, психологическая подготовка. То есть человек должен понимать, что с ним произойдет и какой он будет после того, как. Рак легкого. Важно, что физическая активность, про ЛФК, которую я сказала, она способствует улучшению кровообращения. Но, увы, мы с вами знаем, что усиленное кровообращение, усиленный лимфатический дренаж, это все способствует, может негативно сказаться на проявлении нашей с вами болезни. Вот видите, еще в 1976 году Петерсон, я нашла это высказывание, сказал про лечебную гимнастику. И это совершенно заслуженно. Второй особенностью является опасность стимулирования процесса. Об этом я тоже уже сказала. И третья особенность – преобладание в этой данной нозологии больных старшего и, собственно, пожилого возраста. Поэтому здесь должны, безусловно, учитываться физиологические особенности данного возраста. Рак легкого. Я уже рассказала, вот вы можете здесь прочитать. Собственно, а какой эффект может быть достигнут реабилитационными, только реабилитационными возможностями. И еще один пример, который я хочу привести, довольно яркий – это рак молочной железы, который нами вот в течение года очень усиленно с экспертами описывался. Что ожидает пациентка? Неизменение образа жизни, не будет лимфедемы, сохранение амплитуды движения конечности после лимфодиссекции. Максимально возможны реконструктивные пластические восстановления молочной железы. Тем более, что сейчас эта разновидность рака очень молодеет, и женщины, безусловно, хотят выглядеть красиво. Устранение последствий лечения, нивелирование климактерических проявлений, рост волос, ну и так далее, и так далее, и так далее. Что же предлагает медицина? Безусловно, реконструктивная пластика есть у нас сейчас. Физическая активность – да, можно восстановить. Диета, богатая белками. Соблюдение назначения докторов, медикаментозная коррекция, коррекция лечения длительного применения гормонотерапии. Я хочу сказать, что очень много информации есть на нашем портале, и вы можете все эти методики, которые мы сняли вместе с экспертами, познакомиться на нашем едином ресурсе. Мы постарались все эти методики транслировать на тех конференциях, на которых мы уже, собственно, активно очень принимаем участие, организуя пациентские сессии. Мы издали журналы, в которых вы можете, брошюры, в которых может пациент ознакомиться с полным спектром, что будет происходить в процессе лечения по данной нозологии. У нас есть горячие линии, на которые круглосуточно отвечают специалисты, группы взаимопомощи, активные пациенты здесь присутствуют и даже приехали из разных уголков страны, знают, насколько это важно. Мы очень усиленно включились в трансляцию программы «Онкорехаб». У нас есть программа «Онконет», очень рекомендуем вам с ней познакомиться. Телемедицинские технологии – это действительно покрытие нашей большой территории онкологической помощью одной из. И вот выводы. Безусловно, реабилитация должна быть непрерывная. Безусловно, должны вводиться инновационные технологии. Мы очень ждем, что многие технологии войдут все-таки в обеспечение ВМС, то есть, например, та же лимфедема будет покрываться финансово. Безусловно, мы очень хотим, чтобы нутритивная поддержка стала бесплатной. Строгая этапность реабилитации, наличие базовых знаний и в вопросах реабилитации у региональных врачей-онкологов и разработкой включения подробной программы реабилитации в федеральные программы, в том числе в программу «Онкология». Это наши контакты. Мы будем с удовольствием рады, если вы к нам присоединитесь. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...